Добрый день, Ти! Вечер вам у хату, поважанные аматоры покроковых стратегий! Вы чуете Алексеича Кахалецкого? Я протягиваю расповедать вам про историю нации угульни Сидмерс Цивилизейшн, от первой по шестую! В общем, если вы пропустили предыдущую серию, где я рассказывал о России, то незамедлительно отправляйтесь смотреть её! Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании есть. Естественно. Ну, а сегодня, проанализировав ваши комментарии, я расскажу про Древний Рим. Да-да, больше всего зрителей просили именно его. Ну, а теперь в комментариях пишите, о ком рассказать следующем, конечно же. Как ни странно, в первой цивилизации Рим получил тот же цвет, что и Россия, белый. Так что одновременно они в игре быть просто не могли. Ну, а лидером был Гай Юлий Цезарь. Собственно, самый попсовый руководитель Древнеримского государства. Хотя, на самом деле, правил-то он недолго, хотя бы по сравнению с тем же Октавианом Августом. Почему же его постоянно ставят лидером? Да просто именно он стал источником императорской власти в Древнем Риме. И все следующие императоры подчеркивали свою преемственность с Цезарем. Во многих странах, во многие европейские языки с небольшими фонетическими изменениями, имя Цезаря распространилось как название главы государства. Царь, русский царь, это, собственно, видоизмененное слово Цезарь или немецкий кайзер. И вообще, очень долгое время Цезарь рассматривался как один из самых лучших и справедливых завоевателей за всю историю человечества. И только в эпоху Возрождения начала распространяться противоположная традиция, и Цезаря начинают рассматривать как тирана. Тем не менее, для 1991 года и первой части Цилы вполне логично. Гай Юлий Цезарь. Ну, я вам еще говорил, что нации в первой цивилизации ничем друг от друга, кроме цвета, не отличаются. На самом деле, все-таки при старте даются разные технологии. Иногда бывает один или два поселенца, может быть. Но, разобравшись в серьезном вопросе, все-таки специальных различий нет. Эти различия рандомны, и у Рима, например, не будет четко закрепленных технологий. Зато закреплены старты цивилизации. Вот, например, рядом с Римом на севере должны появиться Франция или Германия, а на юге либо Египет, либо Вавилон. Ну и в игре Рим обычно вел себя агрессивно, всегда любил воевать. Во второй цивилизации мало что поменялось. Тот же белый цвет, примерно тот же агрессивное поведение, и даже тот же лидер, Гай Юли Цезарь. Но во второй цивилизации у каждой цивилизации можно было выбрать двух лидеров. Женского пола и мужского. И тут, конечно, у Древнего Рима проблемы, потому что на самом деле ни у одной женщины за всю историю этого государства полной политической власти над империей никогда не было. Поэтому Фераксис решили, видимо, выбрать просто самую влиятельную. Ну а такой действительно можно назвать Ливию Друзиллу. Жену Октавиана Августа, мать императора Тиберия, прабабку императора Каллигулы, бабку императора Клавдия, прабабку императора Нейрона, и которая еще и обожествлена была. Но несмотря на такой внушительный список в фамильном дереве императоров, как я и сказал, на самом деле реальной власти у Ливии не было. Да, она была любимым советником Октавиана Августа. Да, к ее словам он прислушивался и многие советы воплощал в жизнь, но я думаю, многие правители прислушиваются к мнению своих жен. Более того, после смерти Октавиана Августа, при правлении своего сына Тиберия, Ливия пыталась там получить побольше власти, но Тиберий все эти попытки пресек, и, в общем-то, все влияние на политическую жизнь Рима на этом у Ливии закончилось. Так что, ну, нужен был какой-то вот лидер женского пола, выбрали Ливию. В Третьей цивилизации появилось много всяких особенностей, но лидер остается тот же Гай Юлий Цезарь. Меняется цвет, теперь мы не за белый Рим, а за красный играем, и появляются особенности нации. Рим в Третьей цивилизации был милитаристским и коммерческим. Милитаристы быстрее строили всякие военные улучшения, типа бараков, а юниты быстрее набирали опыт. А города коммерческих наций, во-первых, меньше страдали от коррупции, а во-вторых, центры городов производили дополнительную коммерцию, ну, то бишь, золото. При этом, естественно, Рим опять же был агрессивным. По пятибальной шкале четверочка у него была. Любимым правительством в Третьей цивилизации у Рима была республика, а нелюбимым коммунизм внезапно. Уникальный юнит, вы не поверите, легион, который заменял мечников. По-моему, вот этот легион с Римом в обнимку до последней части прошел. И думаю, если будут еще выпускаться цивилизации, так и продолжатся. Легион заменял мечников и также требовал железа, как и мечники для постройки, поэтому иногда у Рима это была большая проблема, потому что вот стратегические ресурсы в Третьей цивилизации очень редки были на самом деле. Но в отличие от мечника, легион имел на одно очко защиты больше. У мечника была атака 3, защита 2 и передвижение 1, а у легиона атака 3, защита 3 и передвижение 1. Не прям уж супер-пупер юнит на самом деле, но с другой стороны, можно было в это время обойтись без защитных юнитов. Просто строить легионы, которые выступали и как защитники, и как нападающие. Ну и еще можно, наверное, перечислить, какие великие люди были у Рима. А в Третьей цивилизации великие люди — это только генералы. С помощью них можно было армию создавать. Троян, Адриан, Максимус, Германий, Клавдий, Антоний, Октавиан и Тит. Ну а начинал Рим со знанием воинского кода и алфавита. Знания картографии у Рима не было. Да и, в принципе, вам знать карты всех городов тоже не нужно, потому что можно воспользоваться два ГИС. Ведь это видео выходит при поддержке этих замечательных карт городов и каталогов организаций. Тем более у них недавно появилась в приложении функция определитель номера. Стоит у вас два ГИС, вам звонят из какой-то организации, и вы сразу видите, откуда поступает звонок. Так что заходите на 2GIS.ru и скачивайте приложение абсолютно бесплатно под вашу платформу. Два ГИС, если быть точным. В Четвертой цивилизации у Рима опять два лидера. Уже полюбившийся вам Гай Юлий Цезарь и, наконец-то, впервые после своей жены, Октавиан Август. Тут лидеры уже различались, у каждого были свои особенности. Так, Юлий Цезарь был организатором и империалистом, а Октавиан Август – индустриализатором и империалистом. Ну, то, что оба римских лидера империалисты, вообще неудивительно, по-моему. Что же это значило? Организованные лидеры, ну, я сказал организаторы, но «organized» можно перевести как скорее «организованные», снижали стоимость содержания юнитов зданий на 50%, а также в два раза ускоряли строительство маяков, судов и фабрик. И, в принципе, для игры в Четвертую цивилизацию это была очень неплохая особенность. Особенно на высоких уровнях сложности содержание требовало больших затрат. Способность империалистов же появилась, во-первых, не сразу, а только в дополнении. По-моему, Warlords. И эта способность дает плюс 100% к появлению великих генералов и плюс 50% производства поселенцев. Что, опять же, для Рима и вообще, в принципе, для игры очень-очень неплохо. Ну, а способность индустриалист у Октавиана Августа убыстряла на 50% создания рабочих, и кузница строилась в два раза быстрее. Кстати, изначально у Рима был один лидер. Август появился, по-моему, в Beyond the Sword, тоже еще одном дополнении. Начинали римляне с технологии «горное дело» и «внезапно рыбная ловля». А вот уникальным юнитом, хотя я и говорил, что в обнимку с легионом идут, были не легионы, а притарианская гвардия. Подождите, знатоки римской истории, пожалуйста, не надо писать сейчас в комментариях, что это те же легионы. Да знаю, я знаю. Просто надо же отметить, что вот, наконец-то, в Циве не было этого названия, легионы. Притарианцы, на самом деле, это тот же легион, просто более прокачанный, считайте, омоновцы. Телохранители императоров Римской империи. Но, по-хорошему, это все тот же легион, если уж так откровенно говорить. Они, опять же, заменяют тех же мечников, как и во всех, абсолютно во всех Цивах. Но в четвертой они очень крутые. И новички очень любили играть за рим, потому что с помощью притарианцев можно было сносить всех и вся. Ну, для сравнения, у мечника сила была 6, а у притарианцев 8. Правда, у обычных мечников было плюс 10% при атаке городов. Ну, согласитесь, у вас сила 6, плюс 10%, то есть это 6,6 против города. У притарианцев просто 8 атака города. Все равно это намного круче. В поздних патчах немножко повысили стоимость создания притарианцев. Потому что до этого они стоили одинаково по 40 молотков. Потом стали стоить 45 молотков. Тем не менее, пожалуй, в четвертой Циве притарианцы самый сильный юнит классической эры. Может быть, с ними только боевые слоны могут сравниться. А цвет рима, кстати, в четвертой Циве впервые стал фиолетовым. И он, в общем-то, перейдет во все следующие части. Ну и уникальное здание у рима называлось Форум. Оно заменяло рынок. Единственное отличие от рынка было, что Форум давал плюс 25% к появлению великих людей. Тоже очень неплохой бонус, между прочим. Так что в четвертой Циве римская империя выглядела очень мощно. И было за ней очень приятно играть. Да, собственно, как и в пятой. Наконец-то избавились от Гая Юлия Цезаря, но оставили Октавиана Августа. У которого в пятерке был очень неплохой бонус для игры в широкие империи или расползающие при строительстве любых зданий, уже построенных в столице, производство увеличивается на 25%. То есть четверть производства, вы считаете, уже сэкономили. Уникальные юниты Баллиста и, внезапно, Легион помогали великолепно атаковать в классическую эру. Да и, в принципе, в средневековье тоже вполне неплохо работали, особенно Легион. Баллиста заменяла Катапульту и, в отличие от последней, имела больше силу 8 вместо 7, а атаку аж 10 вместо 8. А так как и Катапульта, и Баллиста имеют бонусы против городов, то Баллистами города обстреливались на ура. Ну а Легионы, пожалуй, один, опять же, из лучших юнитов классической эры. Во-первых, у него на 3 больше силы, в отличие от Мечника. У Мечника было 14, а у Легиона 17. Но, кроме этого, Легионы умели еще и дороги строить, и форты. Так что, выходишь в Легионы, строишь их штучки две, которые начинают дороги строить сразу к сопернику. А потом еще добавляешь несколько ребят. И они с Баллистами такие ля-ля-ля, ля-ля-ля приходят и все захватывают. Но, опять же, единственная проблема, требовалось железо. Я в своем рейтинге цивилизации Риму в пятерке поставил четверку по пятипальной системе. Просто потому, что он иногда появлялся в очень непроизводственных местах. То есть, реально могло не повезти таким образом. И это иногда сдерживало, действительно, развитие за Рим. Но во всем остальном, в пятерке, Римская империя была великолепна. Ну и последняя на сегодня, шестая цивилизация. Тут у Рима, видимо, тоже пока один лидер, новичок, Троян, один из хороших императоров, которых было пять. Это такой устоявшийся термин, хорошие императоры. И Рим настолько силен в шестой цивилизации, что в сетевой игре его практически автоматически банят наряду с Германией и с Кифами. В основном, конечно, из-за уникального юнита. Опять тот же Легион, который заменяет внезапно мечников. Полное дежавю, да? Но при этом, впервые за всю историю серии, он не требует железа. Ну, вообще, все уникальные юниты в шестой цивилизации не требуют стратегических ресурсов. Поэтому Риму можно не строить военные лагеря. Очень быстро он выходит в Легионеров. Это один из лучших ранних юнитов. И у него сила на пять больше, чем у мечника. Сорок против тридцати пяти. Правда, и стоит в производстве он больше. Сто десять производства вместо девяносто. При этом еще и может строить форты, опять же. Но уже без дорог. Обратите внимание, не как в пятой цивилизации. Уникальная способность Рима называется «Все дороги ведут в Рим». В новых городах сразу появляется торговый пост. И даже дорога к столице, если они находятся достаточно близко для торговли с ней. Кроме того, все торговые пути римлян приносят больше прибыли, если проходят через торговые посты в их городах. Это еще одна из причин, кстати, почему Рим сразу банят. Потому что сразу торговый пост и сразу дороги – это очень круто. А бонус Трояна называется «Колонна Трояна». И все города при основании получают дополнительное здание в городском центре. Это зависит от эры, в какой город основан. Вот в древней эре это будет монумент, скорее всего. И это еще одна причина, почему Рим банят. Вы сразу начинаете с большим бонусом к культуре. И очень быстро открываются социальные политики. Уникальная инфраструктура у Рима – это Бани. Уникальный район, который заменяет Акведук. Ну, по-моему, один из худших вариантов, которые доступны в игре. Тем не менее, любая нация с уникальным районом – она хороша. А так как Бани дополнительно, вот Акведук просто там дает плюс сколько-то жилья, а Бани к бонусу Акведука, потому что они вместо него строятся, дают еще сверху плюс два жилья и одно удобство. То есть эта постройка позволяет городам Рима расти намного круче, чем у соседей. Ну, можно еще отметить историческую цель компьютерного соперника Рима. То есть когда вы играете против компьютера, Троян старается включить в свою империю как можно больше территорий. И он не любит цивилизации с маленькими территориями. Ну, вполне такая римская фишка в принципе. Ах, маленькая территория, давайте тебя захватим. Но опять же, в принципе, Рим во всех частях цивилизации выглядит очень достойно, очень мощно и всегда за него интересно играть. И ты можешь не только заниматься нападением, но и развитием. Тебя ничто не сдерживает, у тебя нету каких-то способностей, которые тебя заставляют в одну и ту же стратегию двигаться постоянно. Ну, а на этом исторический экскурс по Римской империи от первой цивилизации до шестой считаю законченным. Не забудьте написать в комментариях, про какую нацию рассказать следующей. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.